Я Олег Михайлович Наговицын. Я буду читать семестровый курс. Ну, у него сложное название, которое вы видели в расписании, но вообще этот курс по поэтике. Если говорить нормальными словами, то... Ну, так как формулировано расписание точнее, но можно сказать, что это будет курс по поэтике. У основе которого лежит курс, я имею в виду, лежит русская классическая литература. Хотя и не только. Ну, литература – это текст. Поэтому... Ну да, еще я скажу, что это философский курс, а совсем не литературоведческий. С первого слова должны это иметь в виду. Литература – это текст. Поэтому философский подход к литературе, к художественному слову, нужно начинать с проблем текста как такового. Очень много определений языка, как вы знаете. Довольно разняющиеся определения. Но сколько бы их ни было, и сколько бы они ни были различны, во всех определениях языка присутствует такая вещь, как означение или указание. Отношение означающего к означаемому. В этом видит особенность текста и особенность знака по отношению ко всей остальной реальности. Например, по отношению к образу. В чем разница образа и знака? Образ являет себя сам. Знак же отсылает к иному. К тому, что знаком не является. Все, разумеется, может быть и образом и знаком. Светофор можно рассматривать как знак и как образ. Можно рассматривать красное и зеленое как образ, который является сам себя. Если же мы рассматриваем ставор как знак, то он уже не являет себя, а отсылает к иному. В данном случае в команде. Иди или стой. Или жди. Брови на лице может рассматриваться как образ. Вот такие у меня брови, посмотрите. А может рассматриваться как знак. Например, как знак удивления. Которое удивление разумеется не в бровях, а глубже. Психолог иногда отчасти развлекается и задает вопрос женщинам. Когда женщина делает макияж, а она создает образ или пишет текст. Ответ на самом деле очень виден. Ну, все женщины по-разному. Но вот такой общий ответ, разумеется. Человеческое лицо, как и все остальное на свете, может быть рассматриваться и как образ, и как зеленое. Я человеческое лицо, не только женское. А человеческое лицо могу рассматривать и перечитать. Это основополагающее, казалось бы, определение языка. Отсыл, указание, обозначение чего-то, что языком не является. Тем не менее, в истории культурологии, философии 20 века возник и развился иной подход к языку, о котором филологи, я почти уверен, даже не знают. Дело в том, что человеческое поведение – это, разумеется, тоже текст. Как человеческое лицо, как всякий человеческий жест, так и поведение в целом, разумеется, это тоже текст. Но существуют культуры, в которых человеческое поведение не выражает что-то, что находится внутри человека. Я понимаю, бровь, да? Это поведение, это жест. Он что-то означает, и отсылает к чему-то, что внутри меня. И к тому, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что удивлю. Это обычный взгляд. Но существуют культуры, где человеческое поведение, когда смысл не выражается в поведении человека, а существует в поведении человека. Когда смысл не отделен от поведения. Это вполне определенные культуры, культуры ритуальные. Именно в ритуальных культурах поведение не выражает, внешнее поведение, пластическое поведение не выражает что-то внутреннее, какой-то смысл. А смысл существует в этом поведении, и без него не существует. Я тут был на похоронах близкого человека недавно. Ну, похороны, такое печальное событие. кто как ведет себя, кто грустит, кто скучает. И одна женщина не издалека, из Псковской деревни, сестра покойного вдруг завыла. Знаете, это похоронный бабий вой. переплачивает. Это было совершенно неожиданно. Она громко, с причитаниями, с переливами. Выла. Как в скотчих деревнях войут испокон века. Войт одинаково и по умершему мужу, сыну, соседу, соседу из соседней деревни. Войт один и тот же, потому что он ритуальный. Ну, кстати, люди, присутствующие на похоронах, были, как говорили в 19 веке, фрапированы. Ну, потому что совсем близкие люди стоят и ведут себя, в общем, более или менее спокойно. Человек не очень близкий. Вдруг такой вот преувеличенный. Преувеличенное страдание. Слишком преувеличенное. А на самом деле не было никакого преувеличения. Просто человека с другой культурой. И с культурой ритуальной. Она осталась. Деревня. Конечно, не так татаря, как было несколько миллионов лет назад. Но она осталась. И вот в таких событиях, как свадьба, смерть, это всплывает иногда. До сейчас. В чем разница? Разница в том, что в ритуале, еще раз, смысл не выражается во внешнем поведении, например, в плаче. Скорбь не выражается в плаче, а существует в плаче. В этом смысл обряда. Скорбь – внутренний смысл. Это смысл. Что у нас внутри с вами? Страсть и смысл, да? Скорбь – внутренний смысл или страсть – это смысл и то и другое. Не выражается в плаче, а существует в нем. Неотделимо от поведения. Смысл не отделен от поведения. Не разрыв. Мы с вами привыкли к иной ситуации. Мы привыкли к тому, что внутреннее и внешнее разделены. Разделены. Что это значит? Это значит, что я могу испытывать скорбь и вообще ее не выражать вовне. Скорбь – это сильный и искренний скорбь – вообще не выражать вовне, потому что это разные вещи – внутреннее и внешнее выражение. Я могу испытывать скорбь, а по каким-то причинам выражать что-то противоположное – веселье. Наконец, я могу внутренний свой смысл – скорбь, радость, любовь, дружественность – выражать тем или иным способом. Фактически бесконечным количеством вариантов. Как не выражать мою дружественность к вам, да? Могу так, могу это, могу плечо похлопать, могу в щечку поцеловать, могу подарок подарить. Могу просто взглядом подарить, как педагогом. Как угодно, в сущности. И для вас, и для меня внутреннее отделено от внешнего. А в ритуале не так. В ритуале смысл существует в поведении, поэтому нельзя… Скорбь существует в плаче, поэтому нельзя удержать в себе. Это бессмысленно для ритуального человека. Испытывать и не выражать. Не выражать – значит не испытывать. И есть один единственный способ существования мыслей и страсти. Неизменный способ. Его нельзя изменить. Если вы измените поведение, изменится смысл. Как определяется обычный ритуал? Ритуал обычно определяется как неизменное, инвариантное поведение. Открываешь учебник культурологии, антропологии, там чего-нибудь. Ритуал – это инвариантное, неизменно повторяющееся поведение. И это определяется как сущность ритуала. Это не совсем так. Даже совсем не так. Сущность ритуала – в неразвлеченности внутреннего и внешнего. И из этого вытекает то, что поведение нельзя изменить. Потому что изменение поведения влечет изменение смысла. Сущность ритуала – это не инвариантность и неизменность жеста, а неразвлеченность смысла и выражения. В таком случае, как вы понимаете, изменение выражения меняет смысл. В японской средневековой любовной лирике мужчина приходит к женщине. Обычная любовная постельная сцена. Но это у японцев средневековых возведено в ритуал. То есть раздевание мужчины – это последовательность действий, которое нельзя изменить, не изменив смысла происходящего. Поэтому мужчина сначала снимает правый сандаль, потом левый сандаль. И этим возгорается страсть, потому что она не существует в последовательных действиях. Если мужчина придет к женщине, если без начала левый сандаль, женщина перестанет понимать происходящего. Ну что, чайок пришел попить? То есть действительно так. Ритуал предполагает неизменность поведения, потому что с изменением поведения меняется смысл. Поэтому про мою женщину на похоронах можно сказать, что пока она плачет, пока она ритуально воет, она скорбит. Вместе с окончанием воя она перестает скорбит. Любой народ проходит стадию ритуального общества. Любой народ всегда. Если угодно, с возникновением ритуального поведения человек выходит из природы, становится человеком. Это первая форма существования и самосознания. Ритуал – это, безусловно, первая форма существования человека и сознания его как человека, осознания себя как человека. Это во всех отношениях исходная форма. И что мы видим в этой исходной форме? Совершенно другое сознание, чем наше с вами теперь. У нас с вами смысл не существует в жести, а выражается в нем. Поэтому для нас с вами актуально важнейший вопрос, когда я хочу пообщаться с кем-то. Важнейший вопрос, насколько он искренен в своем поведении. Если он говорит мне «я тебя люблю», то первый вопрос – осознанно или не осознанно. Это вопрос, честно даже не осознанно. Это вопрос, насколько это действительно так. И ритуального сознания. Мы говорим о типе сознания. Не просто о особенностях культуры, а о типе сознания. Особенности культуры – это костюм, обычаи, нравы. Мы говорим о другом. О типе сознания. В ритуальном сознании эта проблема не возникает. Адекватность или неадекватность. Если смысл существует в жести, то даже вопрос не поставить. Насколько искренне или неискренне. То, что сказано. Другая особенность ритуала – в нем нет деталей. Наше с вами поведение именно потому, что смысл отличается от жестов. В жести во внешнем пластическом выражении всегда есть иерархия значимости. Есть важное и неважное. Например, если я хочу соответствовать нормальной общественной ситуации, то на лекции я должен прийти в штанах. Это значимо. В каких именно штанах – это менее значимо. Ну и так далее. Неизбежно возникает иерархия, смысловая иерархия во внешнем выражении. Когда мы что-то хотим выразить, обязательно что-то в этом выражении более значимо, что-то менее значимо, еще менее значимо и так далее. В ритуале не так. Раз смысл не разрешен жестом, то все значимо. Все важно. Если мы с вами пьем чай, то нам важно, чтобы был сосуд жидкости, у которого мы успешно доносим до рта. Если это чайная церемония, то, разумеется, все не так. Если мы просто хотим попить, то не так важно оставим у нас мизинец или неотставленный. Правой рукой мы берем или левой рукой. В чайной церемонии, разумеется, здесь достаточно много китайцев не дадут соврать. В чайной церемонии, если ты взял не твоей рукой или оставил палец, что не предусмотрено ритуалов, все. Ритуал весь закончен. Он просто рухнул. Здесь такая замечательная сказка русская про яичко. Бежала мышка, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Баба плачет, дед плачет. А курочка успокаивает. Не плачьте и еще одно снесу. Но это вариант адаптирован для детей, чтобы дети лучше спали. А в известных работах по русской сказке ревьен исходный вариант этой сказки. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко разбилось. Дед плачет, баба плачет. Колокольня наклонилась. Колокольня упал и разбился. Девки с коромыслом с речки шли, коромыслы развалились. Вода разлилась, а внучка пошла на чердак, да и удавилась. Вот исходный вариант русской сказки. О чем здесь речь, по-видимому? Речь о ритуальном мире. Когда разбивается какая-то совершенно незначимая, казалось бы, деталь. Но мышка бежала, хвостиком махнула. Подчеркнуто незначимое событие. Рушится весь мир. Потому что перед нами с вами ритуальный мир. Девки эти из ритуальных от века костюмов. С ритуальными кромыслами, расписанными ритуально. И так далее. Перед нами ритуальный мир. И он рушится весь целиком, если нарушается какая-то его часть. Даже маленькая. Потому что в ритуале нет иерархии смыслов. То, как я одет, так же важно, как и то, что я чувствую. Например. Это не отличие. Если девушка выходит замуж, если свадьба, то ее одежда так же важна, как ее отношение к будущему супругу. Собственно, это отношение в одежде-то и существует, а не выражается. Поэтому одежда становится не какой-нибудь ритуальным. Если сказать коротко, отличить коротко современное сознание, наше с вами сознание и ритуальное сознание, то в ритуале человек совпадает со своим поведением. Не отличим от него. Человек не является субъектом своей речи. А поведение – это, как разумеется, прежде всего речь. Человек не является субъектом, не отличен и не является… Что одно и то же, в общем-то. Человек не отличен и не является субъектом своей речи, своего поведения. Он совпадает с поведением. Мы же с вами отличны от поведения. Поэтому властвуем от поведения. Хорошая психологическая… Сейчас, если вы слышите, мы легкомыслено настроим. Плошные сказочки, да? Примерчики. Не всегда будет. Хорошая психологическая подтверждение этому. Мальчик говорит девочке «Я тебя люблю». Поведение и мальчика, и девочки может быть непосредственным или, наиболее подходящее слово, рефлективным. Как у нас… То есть мальчик может в этой фразе пропасть. То есть не отличаться от фразы, а может отличаться. Даже не в том смысле, что обмануть, а просто отличаться. И девочка может поверить в это, как улучшился, а может услышать и отличаться от себя, слушая. Следующий этот тип. В первом случае мальчик и девочка находятся, как бы, на сцене. Это хорошее обозначение ситуации, потому что ритуал – это всегда немножко сцен. Хотя непосредственно. Мальчик и девочка могут находиться на сцене. Или девочка находится на сцене, а мальчик на сцене и зрительном зале. Говорит и при этом говорит о себе «Все хорошо сказал». Ведь поверит дура. Даже в том случае, что не собирается обманывать. Это просто рефлективное поведение. Собирается или не собирается, вам все равно отличается от своей речи. И мальчики и девочки могут быть на сцене и в зрительном зале. И, наконец, третья ситуация. Когда девочка знает, что мальчик знает, что девочка знает. Тогда это психологический выглядит так. Мальчик и девочка на сцене, одновременно мальчик и девочка зрительном зале, и они сидят и взялись за руки и вместе любуются на происходящее. И, согласитесь, это последнее поведение для нас наиболее естественное. Потому что мы все-таки субъекты речи, мы рефлективные существа, а не ритуалы. Субъекты речи, мы рефлективные существа, а не ритуалы. В таком-то погоду. Колобок катится по дороге, навстречу ему медведь. Медведь говорит, колобок, колобок, я тебя съем. Что он не пугает, он констатирует факт. Колобок говорит, хорошо, но сначала дай мне спеть. Только спеть. Ну, пой, все равно съем. Колобок поет. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от зайца ушел, я от волка и от тебя, медведь, тоже уйду. И уходит. Что происходит? Медведь непосредственен. А формула непосредственности чужая речи действительно для меня. Как в случае с девочкой и мальчиком? Формула непосредственности определения непосредственности чужая твоя речи действительно для меня. Если ты непосредственно. А колобок-то нет? Колобок знает, что это просто речь. Поэтому колобок уходит, а медведь остается ни с чем. Колобок обыграл медведи, все обыграл метафизически. Колобок дальше катится. Леса. Я тебе леса песенку спою. Пой. Я с бабушкой ушел, дедушкой ушел, он поет. Ой, колобок. Хороша твоя песня. Так хороша, что сколько мне еще раз. Но сначала сядь на нос, а то я тебя плохо слышу. Колобок садится и был съедает. И ты сам его съедает. Почему? Потому что в этой ситуации колобок запился. Он сам поверил в то, что говорит. Сам поверил. Оказался тождественным тому, что он делает. А леса нет. Леса не поверила колобку. Леса была субъектом себя слушающей. А колобок уже нет. Он не был субъектом себя говорящим, поющим. И поэтому был фильм. Я все время показываю разницу между рефлексией и субъективностью и непосредственностью. То есть ритуальностью. Насколько для нас, для нашего сознания ритуал сохранен? Или он вообще исчез? Это интересный вопрос, но я не знаю на него ответа. Вопрос, безусловно, любопытный. Ответ, видимо, заключается все-таки в том, что в нашем сознании есть разные пласты. Древние и более развитые. И древние на самом деле никуда не делись, а просто как бы задавленные более поздними формами сознания. То есть в чем-то мы остаемся ритуальными. Но до этого ритуала в нашем сознании уже не дорыться. Не дорыться. Но это есть. Это есть. Поэтому, собственно говоря, мы и понимаем, что происходит с ритуальным человеком. Хотя сами на такую ритуальность, видимо, не способны. Если бы совсем исчезло из нас, то мы бы, наверное, не могли бы даже понять такого человека. А мы понимаем, баба воет на похоронах, а я смотрю и понимаю, что происходит. Я не фраппирован, я не сужу. Я понимаю. Хотя так абсолютно не способен. Хотелось бы, наверное. Устал от рефлексий все время. Надоело задавать вопрос, оправдывали то, что мне говорят. Надоело не верить самому себе, когда я говорю. Хотелось бы, но уже никак. Я понимаю, но не могу повторить. Такое, видимо, действительное наше отношение к тому, что в нас есть, но слишком глубоко скрыто за более поздними формами сознания. Что получается? Получается, что в исходной форме человеческой культуры, ритуал еще раз, это именно исходная первая форма, с которой вся человеческая собственная культура и возникла. Обязательная форма. Все народы это проходит. Но еще бы исходная форма не была, не была обязательной. В этой исходной форме человеческой культуры язык никуда не отсылается. Вопреки всем имеющимся определениям языка, язык никуда не отсылается. Язык, язык поведения, язык речи, язык песни, плача, чего угодно, язык жеста, он не отсылает к внутреннему смыслу, который не является языком. Смысл не отличен от способа выражения. Мы имеем совершенно другую, хотя это языковая ситуация, кто бы спорил, кто отрицает, что это языковая ситуация. Что это назвал значимый. Сейчас это языковая совершенно, у нас хоть языковая ситуация, но знак никуда не шлет. Нет означающего и означаемого. Вообще нет. Означающие и означаемое совпадают. Это исходная ситуация, когда язык никуда не отсылает, кроме самого себя. Если язык отсылает куда-то, то только что вам и тебе. Поэтому мы должны говорить об антологической речи. Речи, в которой знак и значение совпадают. Безусловно, развитие человека состоит в развлечении этого первоначально неразвлеченного состояния. Развитие культуры можно рассматривать и с этой стороны как развлечение первоначального творчества. Когда язык становится все более и более рефлективным, все более и более субъектом. В этом, в частности, состоит развитие человека и развитие человечества. Но исходно мы говорим об антологическом тождестве. Знака и смысла. Об антологической речи и антологическом тексте. Игра в штатове. В штатове. Игра в штатове. Игра в штатове. Выясненность этого обстоятельства позволяет иначе посмотреть и на художественный текст. Найти в художественном тексте непосредственного ритуального персонажа и персонажа рефлютивы. Если в нас есть и то, и другое, то это может найти отражение и в тексте художественном, и в произведении литературном. Сначала еще об одном обстоятельстве, которое вытекает из смысла ритуалов. Вот в сказке про «Ичка» есть одно непроясненное обстоятельство. Все вроде бы понятно. Ритуальное общество разломано в этой части, ведет к разломности целого. Но есть одно непроясненное обстоятельство. Откуда взялась мышка? Иначе говоря, откуда в ритуальном мире зло? Ну, между прочим, змей, крыши, мыши – это традиционный образ народного фольклора. Откуда в ритуальном мире зло? Ритуальный мир по определению конечен. По определению конечен. Пространственно ограничен. Почему? Потому что смысл простирается пространственно настолько, насколько простирается жест. Смысл существует в жизни, поэтому смысл конечен, как конечное физическое и человеческое поведение. У нас с вами смысл бесконечен. Например, если у нас есть смысл любви, то он, конечно, не ограничивается настолько, насколько тянется наша рука в ритуальном жесте, в котором существует любовь. Конечно, нет. Мы понимаем, что это смысл. Как всякий смысл, он бесконечен и может быть выражен бесконечным числом способов. Поэтому понимаем, что если в нашем мире, когда любят, целуются, а в каком-то другом мире трутся носами, когда любят, мы прекрасно понимаем, легко понимаем, естественно понимаем, что тоже любовь просто иначе выражена. А скажите, пожалуйста, где ритуального человека иной способ существования смысла, нежели существует у него, в его мире? Будет понятен? Будет понятен? Разумеется, нет. Если, во-первых, ритуал обязательно конечен, а во-вторых, за пределами ритуального мира всегда хаос, бессмыслица. Именно хаос и бессмыслица. Если для нас с вами иной мир – это инобытие, то для ритуального сознания иной мир – это небытие. А он обязательно существует, этот иной мир, потому что ритуальный мир себя определяет изначально как мир конечный, имеющий пространственную границу. Поэтому у меня неизбежно возникает вопрос, а что за границей? Неизбежен ответ – хаос. Бессмыслица. Поэтому для римлян классическую эпоху были римляны, и римляне, и вармары. Тот, кто не римлян – не человек. И для греков тут. Это был их естественный взгляд, не национальная гордость, а естественность культуры, которая существует в ритуальном способе, где ритуал еще жив. Итак, давайте подведем итог. Сущность ритуала – это неразличенность внутреннего и внешнего. Свойство ритуала – инвариантность. Я еще раз подчеркиваю, инвариантность – это не сущность, как пишут и думают, а свойство ритуала. Инвариантность – отсутствие иерархии смыслов, иерархичности построения ритуала. Нет иерархии, нет деталей. И пространственная ограниченность, пространственная законченность, пространственная определенность ритуального мира. Ну и вот, обращаясь к художественному тексту, гоголевским малороссийским повестям, мы с вами окунаемся в ритуальный мир. Это сразу угадывается. Мы окунаемся в ритуальный мир. И попадаем в ритуальное существование. Для гоголевских персонажей в малороссийских повестях Верить в Христа – это значит совершать совокупность. Жесть. Ходить в церковь, не есть скоромного в определенные дни. В платочке одевать. Любить – это значит брать бандуру, садиться под окна. Милый и бренчачий. Мы попадаем в ритуальный мир. Со всеми его свойствами. Во всех малороссийских повестях за пределами диканьки что находится? Нежить. Обязательно нежить. Диканька – центр мира. И даже не центр, а это единственный мир. Дело так хорошо в том, что центр. А это единственный мир. Хана была первой красавица на всем белом свете. Как по ту сторону диканьки, так и по эту. Вот внутренний взгляд гоголевских героев. И это сразу угадывается, когда мы понимаем смысл ритуального мира. Мы сразу понимаем, что открыв Том Гоголя, открыв его малороссийские повести, мы открываем ритуальный мир. Мы будем довольно подробно разбирать в дальнейшем гоголевские тексты. На сегодня еще спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok